Задницу разговаривать. Его таз двигался вверх и вниз, выпукивая слова. Это не было похоже ни на что из того, что я когда-либо слышал. Пузыристый застоявшийся звук, звук, который можно было уникать. Этот парень работал на ярмарках, показывая людям номер чревовещания. Через какое-то время задница начала разговаривать по собственной воле. Когда бы он не заговаривал, без всякой подготовки задница начинала откалывать что-нибудь остроумное в ответ. Затем у нее выросли некие зубоподобные крючки, и она стала есть. Он сначала решил, что это клево, и разыгрывал из этого представление. Но задница проела в его штанах путь к свободе и стала кричать на улицах, что хочет, мол, равных прав. Она напивалась и хныкала, что ее никто не любит и не хочет ее целовать, как другие рты. В конце концов, она уже не затыкалась ни на секунду. Днем и ночью можно было слышать, как он кричит на нее, бьет ее кулаками и вставляет в нее свечи. Но ничего не помогало, а задница приговаривала. Это ты заткнешься в итоге, а не я. Ты здесь больше не нужен, ведь я могу и разговаривать, и есть, и срать. Потом он начал просыпаться с похожим на хвост головастика прозрачным желе вокруг урта. Ученые назвали бы это желе НД, недифференцированная ткань. Из этой ткани образуется любая плоть в человеческом организме. Он стирал желе с лица, но капли прилипали к рукам и повсюду прорастали ядовитыми островками. В итоге его рот заклеился, и вся голова онемела за исключением глаз. Ведь единственное, чего задница не могла, это видеть. Ей нужны были глаза. Но нервные соединения были заблокированы, истощились и атрофировались, и мозг больше не мог отдавать команды. Он оказался пойманным в ловушку черепа. Какое-то время можно было наблюдать в его глазах тихое беспомощное страдание мозга. А потом мозг должно быть умер, потому что глаза вылезли, и чувств в них было не больше, чем в глазах у краба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok